Привет, друзья! Май был наполнен праздниками и выходными, но это не значит, что в мае не было важных новостей. Кое-что интересное произошло и за этот месяц, и сейчас я расскажу вам о самом главном. Помчались! Начнем с самой крутой новости. Теперь учителя Skyeng могут получить оплачиваемый отпуск. Условия такие. Работаете в школе больше полугода. За последние три месяца провели больше трехсот уроков. В год вам доступно 14 дней оплачиваемого отпуска. Все подробности можно узнать на специальной странице. Ссылку на нее ищите в описании к видео. А теперь к новостям платформы. Недавно мы запустили тестирование новой версии Realtalk 2.0. Половине новых учеников школы будет показываться именно вторая версия. Так что заранее предупреждаем вас не пугаться, если у вас с учеником разный интерфейс. У вас самих остается на выбор старый имбокс или Realtalk первой версии. А вот какие изменения есть во второй. Появились анимированные стикеры. Окно с видео стало больше, а поле под контент меньше. Студент не может видеть заметки и контент одновременно. Студент может свернуть поле с контентом. Появился веселый слайд «Секунда урока» с кадрами ваших улыбок на занятиях. Подробнее об изменениях читайте в специальной статье. Угадайте, где ссылка. В мае грандиозных новостей контента не было. Продолжаем тестировать новый курс SkyEnglish, но об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Зато в разделе «Медиа» стабильно появляются классные уроки. В «Ньюз» за прошлый месяц появились уроки, посвященные Нотр-Дам-де-Пари, 3D-принтерам и современным технологиям. А в «Сонгс» появился урок по нестареющей классике поп-рока. Интересно какой? Тогда загляните в «Медиа». Из других новостей контента запускаем проект под кодовым названием «Легализация». С июня начнем проверку более пяти сотен уроков, чтобы избежать возможных проблем с правообладателями. Начинаем писать полноценный курс по кембриджскому экзамену CAE. А еще начали разрабатывать суперкрутой курс SkyTravel, который придется по душе любителям поездок по миру. Были в мае и не самые приятные новости. Так в начале месяца YouTube заблокировал основной канал школы с почти миллионом подписчиков. Блокировка была ошибочной, но доказать это удалось только через 20 дней. За это время показы и просмотры на канале очень просели. Поэтому, чтобы снова вдохнуть в него жизнь, нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, зайдите на канал, подпишитесь, если еще не сделали этого. И в фоновом режиме запустите несколько видео, чтобы они проигрались до конца. Также будет круто, если вы поделитесь видео с основного канала в своих соцсетях. Спасибо! Каждый месяц мы собираем аудиозаписи самых лучших уроков, проведенных преподавателями школы. И делимся ими со всеми. Вот и в этот раз мы подготовили такую подборку. Слушайте, вдохновляйтесь и перенимайте классные идеи для своих уроков. Ссылка будет в описании. А еще мы начали собирать смешные истории, связанные с ошибками в английском языке, чтобы делиться ими в наших соцсетях. Если у вас или у вашего ученика есть такая история, расскажите нам, и они узнают все наши читатели. Ну и, конечно же, ссылка на форму для отправки смешных историй будет тоже в описании. На этой веселой ноте мы заканчиваем последний весенний дайджест и с головой ныряем в лето. Оставайтесь на связи.